Ульяновск. Открытие избирательных участков. 8 утра по местному времени. Несмотря на обильный снегопад, с первых минут процедура пошла полным ходом. Люди собирались у еще запертых дверей за полчаса до старта. Активнее в утренние часы голосовали в сельских районах, но горожане тоже не отставали. В числе первых народная артистка РСФСР Кларина Шадько. Это с детства, когда мои родители и все приближенные шли на выборы. Это же был великий праздник. Это же такое соединение. Это песни, это частушки, это общение. Общение, когда действительно, когда люди общаются в этот день, поздравляют с праздником. Естественно, с праздником, кстати, у вас, дорогие, с праздником. А потом, как не прийти на такое совершенно удивительное, удивительное соборное событие, как выборы. Если не пойти, это значит быть ущемленным. К 10 часам явка по стране уже достигала 16,5%, обогнав показатель 2012 года в 2,5 раза. И если Дальний Восток и Восточная Сибирь уже выходили на финишную прямую, то центральные регионы лишь начинали разгоняться. Сергей Морозов пришел на избирательный участок в селе Карлинское к 11 часам вместе с семьей. Дать должное всем организаторам, мне кажется, сделали все, чтобы любой, даже вот неверующий, нежелающий, может быть, так сказать, пойти на избирательный участок, чтобы пришли. Мне кажется, мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что зависит от каждого гражданина. Примерно в это же время порог 15-й школы на улице Верхнеполевой переступил Алексей Ситников. Член регионального штаба ОНФ. Организацией процесса и техническим оснащением своего участка остался доволен. На участке обстановка спокойная, безопасность на высшем уровне, люди улыбаются и они определяют свой выбор. Конечно, я также сделал свой выбор, отдал свой гражданский долг как гражданин Российской Федерации. Поволжье уже к полудню собрало 30% голосов, вопреки капризам погоды. Пал предпрезидентов ПФО Михаил Бабич по собственному признанию с кандидатом определился давно. На выборы пришел в отличном настроении. Это подготовительная работа, которая в регионах была проведена, для того, чтобы обеспечить для людей все необходимые возможности, условия, чтобы комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам президента Российской Федерации. Уверен, что пройдет все на самом высоком уровне. Президентские выборы 2018 состоялись без срывов, без серьезных нарушений. Голосовала Россия. Явка составила около 67,5%. За пределами государства избирательным правом воспользовались более 400 тысяч наших соотечественников. И хотя окончательный результат уже ничто не в силах изменить, демократические процедуры исполняются от и до. Голоса подсчитываются. Наиболее точный результат народного волеизъявления станет известен 29 марта.